Иванна Флокс Иванна Флокс Мелочи для мужей, детей, а я в этот момент почувствовала себя одинокой. Брак распался в прошлом году, малышом судьба не наградила, и даже родители улетели на другой конец света, променяв серые неприветливые улицы на тропическую жару. И правильно сделали. Всё же я старалась не раскисать, у меня была неплохая жизнь, интересная работа в крупном издательстве и отличные друзья, а остальное... Так ли это важно? «Давай, феечка моя, шустрее!» — подхватила меня под локоть Алиса, утягивая к пёстрым шатрам. «Смотри, что мы нашли!» — «И что же?» — усмехнулась я, понимая, что девушки опять откопали какую-то диковинку. «Рунное гадание, пойдём!» — приобняла меня за талию Яна. «Должно быть весело!» «А разве не на Рождество?» — принято гадать. Позволяя вести себя к шатру, перевела взгляд с одной подруги на другую. «Зависит от того, во что ты веришь!» — закатила глаза Алиса. «А по мне так это всё бред!» — фыркнула в ответ Яна. «Но я за любую движуху, если будет весело!» «В шатре у гадалки?» — скептически вздёрнула я бровь. «Вот уж не думаю, что там нас развлекать будут. Обчистят кошелёк, навешают лапши и отпустят с миром». «Да ладно, не каждый же день гадаем!» — вновь принялась уговаривать Алиса. «К тому же, вон написано, что бесплатно. Просто развлечение. В одном углу Дед Мороз, а в этом гадалка». «Ага, а в следующем Баба Яга!» — поддакнула Яна. «Пошли посмотрим, стану ли я к следующему Новому году миллионершей». «Или матерью тройняшек!» — хмыкнула Яна, наблюдая колкий взгляд подруги, у которой уже было двое непоседливых сыновей. Никогда не верила в подобную чушь, но всё же любопытство и общий энтузиазм сделали своё дело, отправляя нас прямиком в расписной шатёр. Стоило переступить порог, и мы осмотрелись, оценивая антураж. «Дешёвенькие сувениры, несколько страх-колод с картами, пластиковые свечи на батарейках, резиновые пауки...» «Хм, совсем не вяжется с Новым годом», — скептически изучая убранство, подметила я. «А должно вязаться?» Из-за тёмного занавеса вышла женщина средних лет. Её светло-рыжие волосы были перетянуты зелёным платком, идеально сочетающимся по цвету с глазами. А на шее гадалка носила множество костяных амулетов. Точнее, на вид костяных, на деле, скорее всего, пластиковых. Вот только её слова ввели меня в ступор. «Простите, что вы сказали?» — прищурилась я, рассматривая незнакомку. «Разве антураж шатра должен вязаться с Новым годом?» «Так мы ничего и не говорили», — пожал плечами Яна. «Иногда достаточно громко думать, правда?» Её взгляд переместился ко мне. «Вы пришли за ответами?» «Не уверена», — честно призналась я, всё ещё пребывая в растерянности. «Ну что ж, давай посмотрим, ты первая». Вытянув руку, она указала на меня указательным пальцем. «Какой вопрос хочешь мне задать?» Жестом предложив присесть на раскладной стул, женщина устроилась напротив и выудила из кармана небольшой гремящий мешочек. «Эм», — задумалась я. «Спроси о любви», — спохватилась Алиса. «Встретишь ли ты нового мужчину?» «Да, конечно, встретит», — фыркнула в ответ Яна. «Пусть узнает о карьере». «Да, мы...» «Прошу, потише. Пусть ваша подруга сама задаст вопрос», — шикнула на девушек гадалка. «Вопрос», — вздохнула я. «Что меня ждет в ближайшем будущем?» «Банально», — хмыкнула женщина. «Ну хорошо, давай посмотрим». Наигранно окривляясь, она перемешала содержимое мешочка и высыпала кости на стол. «Тэйвайс?» «Эйвайс, узуры гебо». «Хм, интересно». Взглянув на меня из-под лобья, женщина вновь сосредоточилась на рунах. «Совсем скоро тебя ждут большие перемены». «Кто б сомневался», — послышался за моей спиной скептический шепот Яны. «Нить твоей судьбы меняет цвет». «Невероятно!» «Жребий брошен. Тебе предстоит усмирить олицетворение стихий. Когда придет время, вспомни мои слова. Даже Асуру нужна душа». «Что?» — вздернула я бровь. «Кто такой Асур?» «Это ты выяснишь сама», — загадочно улыбнулась она. «А еще, если боишься перемен, на восьмой день, Йоля, не оставайся одна». На этом гадалка закончила свое предсказание своими словами, лишь введя меня в ступор. Она наговорила какую-то несуразицу. Должна ли я в ней разобраться? Кто знает. Как уже упоминала, никогда не верила в подобные вещи. Но почему-то ее слова, даже Асуру нужна душа, набатом звучали у меня в голове. Мы провели в шатре еще некоторое время. Яне и Алисе повезло чуть больше. Их будущее было менее туманным, и девушки вышли из обители предсказательницы в хорошем настроении. «Лира, ты чего такая молчаливая?» Протягивая мне стаканчик ароматного кофе, поймала мой взгляд Алиса. «Тебя взволновали слова гадалки?» «Глупости», — фыркнула я в ответ, отмахиваясь. «Мы изначально хотели развлечься. Не думаю, что в это стоит верить. И что вообще такое этот Ёль?» Потребовалось несколько часов, чтобы я смогла выкинуть из головы слова предсказательницы. И, к счастью, мне это удалось. День закончился хорошо. Мы с девчонками поужинали в милом уютном ресторанчике и отправились по домам. А спустя пару дней шатер с гадалкой вообще стал казаться глупой забавой. Работа поглотилась головой. Голод заканчивался, а дел все не уменьшалось. Вернувшись домой к полуночи, я почти не чувствовала ног. Сбросив влажное пальто и разувшись, тяжело вздохнула. Погода не радовала. На улице грохотал вот так, будто мир решил разломиться. Сверкали молнии, что для зимы вообще было странно. А шквалистый ветер заставлял деревья жалобно скрипеть. Устала, упав на диван, откинулась на подушки, прислушиваясь к приглушенным звукам урагана. Нужно завести кошку, чувствуя себя неуютно хмыкнула самой себе. Пусть хоть кто-то меня ждет. С трудом, собравшись силами, приняла душ и, натянув мягкие шорты и топик, устроилась перед телевизором с ведерком фисташкового мороженого. Сериал, который я планировала начать смотреть несколько недель назад, оказался не таким уж интересным, а может, я просто слишком сильно устала. Но к середине первой серии глаза стали слепаться, и я погрузилась в дремото. Темнота, пытаясь хоть что-то рассмотреть, боролась с чувством нервозности, которое с каждой секундой все больше нарастало. Вдалеке послышался ритмичный бой барабанов. Он нагнетал, вселял в душу волнение, предвещая нечто неизбежное. С каждой секундой звук становился громче, прерываясь лишь раскатами грома. Мгновение мрак озарила молния, передо мной показался мужчина. Он стоял неподвижно, словно восковая фигура, смотря в одну точку. Странный, пугающий незнакомец. Стоило его увидеть, и дыхание перехватило, а все тело обдало ледяной волной. Как и он, я застыла, изучая суровые черты лица. Правый, неестественно голубой, глаз мужчины пересекал длинный шрам, а левый имел насыщенный зеленый цвет. Необычно. Осторожный шаг к нему, по сравнению со мной этот человек казался огромным, точно более двух метров в росте. Весь его вид кричал об опасности и дикой силе. Сама не знаю, зачем приближалась к нему, я не управляла собственным телом. Еще один осторожный шаг, и передо мной предстало большое зеркало. Я не увидела в нем себя, лишь незнакомца все такого же холодного и неподвижного. Он смотрел на свое отражение, а голубой глаз, пересеченный шрамом, опасно сверкал во мраке. В гнетущей тишине разразился уже знакомый голос. «Даже Асуру нужна душа!» Он гремел так, что дрожали барабанные перепонки. Время пришло! Миры сошлись в одной точке. Оглушительный грохот выдернул меня из сна. Распахнув глаза, я шумно задышала, чувствуя, как по коже стекает холодный пот. Гремящий шум повторился, и я подскочила. За какафонией звуков вновь послышался раскат грома. «Что за...» — шепнула сама себе. «Кто здесь?» Паника норовила поглотить с головой. Этот сон выбил меня из колеи. Вновь затряслись стекла, грохот не утихал, он доносился с балкона. На цыпочках приблизилась к закрытой двери, пытаясь через окошко разглядеть источник. Но в темноте ничего не получалось увидеть. Звук был странным, напоминал волны, бьющиеся о скалы и лязг металла. Безумие. Слуховые галлюцинации? Ерунда какая-то. Успокойся, Лира. Наверное, просто открылось окно. И все же напряжение не покинуло. Схватив из шкафа туфлю в качестве оружия, я подошла к двери и распахнула ее. Рязкое дуновение ветра кожу обжег крупный ледяной град. «Черт, точно окно!» — мелькнула мысль. Волосы хлистали по лицу, а темнота казалась почти непроглядной. Один шаг в надежде спасти собственную квартиру от стихии, и ноги потеряли опору. А тело сковал ледяной холод, выбивающий из легких весь воздух. Глава первая Пораженная молнией Лира Тело пронизывало до самых костей. Казалось, множество игл впивались вплоть, заставляя бороться за сознание. Воздух стремился покинуть легкие, несмотря на мои тщетные попытки вздохнуть. Я не могла ничего разглядеть, ничего понять, лишь осознавала, что барахтуясь в безумном потоке. Вода била со всех сторон. Мне едва удавалось удержаться на поверхности. Удар волны с одной стороны на мгновение оглушил, утягивая на дно. Нет, я не готова умирать, пронеслась пугающая мысль. Только не это. Гриб была изо всех сил, чувствуя, как ноги начинают коченеть, собственно, как и пальцы рук. Куда я попала? Как оказалась в воде? Вопросов было слишком много, но не уверена, что когда-нибудь получу на них ответы. Хотя сейчас это все было совсем не важно. Главное выбраться, главное не сдаваться. Сознание поглощало паника, а тело все сильнее окутывало льдом. Мне удалось вынырнуть, но тут же новая волна накрылась головой. В рот попала соленая вода, которую я тут же проглотила. Горло пекло, легкие резало, в глазах все сильнее темнело, я не справлялась с бурным потоком. Беспомощно барахталась, словно насекомое, попавшее в лужу. Когда казалось, что бороться со стихией уже не могу, а ноги оттяжелели настолько, что совсем перестали двигаться, сознание разрезал голос. Даже Ассуру нужна душа. Эти слова я уже слышала. Ты вас, и вас, Узур и Гебо. Окоченевших ног коснулось нечто, и я в испуге вновь замотала ими, выныривая из-под воды и теряясь в ужасе. Вокруг огромными кольцами поднималось змеиное тело. Оно было покрытое сине-черной чешуей, и даже во мраке ночной бури сверкало голубыми всполохами. Казалось, существо настолько огромное, что легко проглотит поезд. В воздухе повис безумный крик. Судя по всему, он принадлежал мне, так как следующее мгновение горло вновь обожгла соленая вода. Паника, безумие. Еще никогда я не была в таком ужасе. Это сон, Лира, просто сон, убеждала себя. Проснись. Ничего не помогало. Мне оставалось лишь пытаться выжить. Плыла сама, не зная куда, то выныривая, то вновь уходя под воду, в то время как жуткое существо окружило вокруг меня, словно хищник вокруг жертвы. Куда ни посмотри, везде были эти ужасающие сини-черные кольца, скользящие между волнами. Брызги, холод, ледяные иглы под кожей. Мне не выбраться. Силы окончательно покинули, несмотря на безумный страх, глаза закрывались, а ледяные губы дрожали. Тело онемело, становясь слишком тяжелым, и меня потянуло на дно. Прежде чем голова скрылась под водой, вслух уловил дикий рев, за которым словно в торе ему последовал раскат грома. Небо пронзили яркие вспышки молний. А может, мне просто показалось... Духи неспокойны. На восьмой день, Йоля, не оставайся одна! Снова зазвучал голос гадалки. Ты выбрала свою судьбу. Меры сошлись. Мгновение чья-то грубая рука обернулась под грудью, и меня резко выдернули из ледяного плена. Мокрое тело тут же обдало промозглым ветром. Но так ли это важно? Я едва понимала, что происходит, жадно хватая ртом воздух. Пыталась вздохнуть, но из-за холода по телу пробегали болезненные судороги. Волны со всех сторон били небольшую парусную лодочку, в то время как мужчина крепко держал меня, не позволяя опять погрузиться в ледяную пучину. Сейчас, более уже не барахтаясь в воде, картина открылась еще более жуткая. Огромные кольца змееподобного существа были повсюду. — Держись крепко, женщина! Второй раз вылавливать не буду! Раздался суровый голос, и меня швырнули на дно деревянной лодки. Было страшно, безумно страшно. Находясь на грани паники, я вцепилась в металлический крюк, торчащий в борту, дрожа от холода и ужаса. Новый раскат грома заставил меня взвизгнуть и вжать голову в плечи. В ладья был лишь один мужчина. Перекинув огромную секиру из одной руки в другую, он потянул за веревку, отчего паруса поменяли свое положение. Все действия здоровяка были отлажены. Казалось, змей, по сравнению с которым наша маленькая суденышка напоминала блюдца, его совершенно не пугал. — Давай, тварь! — зарычал мужчина. — Подними голову! Стоило ему заговорить, как вновь раздался раскат грома, а небо озарило молнией. Еще больше сжавшись, подняла глаза, замирая от шока. Огромных размеров брюнет замахнулся своей секирой, поднимая ее над головой, и в эту же секунду молния разверзла тучи. Обрушившись на него, острый конец небесного огня попал в наконечник стального топора. С моих губ сорвался мучительный всхлип. Такое невозможно пережить. Единственный, кто мог меня спасти, стал жертвой стихии. Но не тут-то было. От разряда молнии незнакомец даже не пошатнулся. Резкий взмах руки, и он направил молнию в воду. Слух резанул болезненный, оглушительный рев, и из-под воды показалась пугающая огромная морда морского змея. «Вылез червь болотный!» — довольно засмеялся мой спаситель, будто наслаждаясь происходящим. Он искренне веселился, пока я пребывала на грани обморока. Резче потянув за одну из веревок, мужчина обмотал ее вокруг локтя и запрыгнул на борт ладьи, крепче перехватывая свое оружие. Я не сразу поняла, что творил этот псих, но когда смысл до меня дошел, я едва не распрощалась с рассудком. Он вел нас прямиком к зубастой пасти вынырнувшего змея. «Нет, стой! Больной! Ты нас сейчас убьешь!» — возвизгнула я, хватаясь за крюк до побелевших костяшек. Сейчас холод уже так не пугал, я его почти не чувствовала, находясь в ужасе от действий чокнутого незнакомца. «Прекрати орать, женщина! Отвлекаешь!» — рыкнул брюнет, вновь сосредоточившись на своем чешуйчатом враге. «Закуской которого мы вот-вот станем!» — мужчина ловко управлял ладьей, скользящей по волнам, созданным извивающимся телом пугающего существа. Резко перехватив еще три веревки, он резко дернул их, потянул и ударил по каким-то выступам в полу ладьи. В мгновение хлипкая суденышка набрала скорость, а спустя мгновение проскочила под одним из чешуйчатых колец. В какафоне рева существа и бушующих волн я уже почти ничего не слышала, ничего не понимала, лишь осознала, что стоило нам проплыть под мощным телом твари, как оно опустилось в воду. «Если бы мы не успели, то уже бы кормили рыб на самом дне бушующего моря». «Давай сейчас!» — вновь рыкнул здоровяк, спешно привязывая веревки к крюкам, торчащим из борта. Змей извивался все сильнее, подняв голову и сосредоточив внимание на лодке. «Да он нас проглотит в один присест!» — промелькнула пугающая мысль. Но я старалась не думать об этом, ибо страхов и так хватало. «Ляг на дно!» — потребовал безумец. «И не поднимай головы!» Не стала спорить. В данный момент в аду были только мы, и из нас двоих лишь он, казалось, знает, что делает. Во всяком случае, об этом говорила уверенность, звучащая в грубом мужском голосе. Быстро стекла на самое дно, продолжая держаться все за тот же крюк. Мгновение, резкий бросок морского змея, я увидела лишь острые зубы и ощутила смердящий запах мертвечения. Идущие из его рта. Желудок сжался в судороге, и я лишь чудом удержала скудный ужин в себе. Огромная пасть нависла над лодкой, все происходило будто в замедленной съемке. Хотя прошло всего несколько секунд, она неумолимо приближалась, а мое сознание стало стремительно уплывать. Может, так было даже лучше. Я не хотела такой участи, никому бы не пожелала подобной смерти. Секунда, над головой вновь загремел гром, и разразилась молния, озаряющая сумрак ночи. «Попался!» — довольно усмехнулся безумец, вновь поднимая свою секиру. Барабанные перепонки задрожали от его почти звериного рева, и тут существо взвыло, болезненно извиваясь. Меня ослепило новой яркой вспышкой, которая, казалось, мерцала над нами. Пытаясь проморгаться, крепче цеплялась за спасительный крюк, боясь даже пиискнуть. Лодка металась из стороны в сторону, и без того сильные волны усиливались от беспокойства змея, а спустя мгновение все стихло. Моргнув, еще раз осмотрелась, наблюдая успокаивающуюся воду и неподвижное тело морского существа, медленно скрывающегося в темной ледяной пучине. В этот момент стало оглушительно тихо. Ни грома, ни молнии, ни дуновения ветерка. Найдя взглядом мужчину, только сейчас осознала, что видела его прежде, в своем сне, уму непостижимо. С почти мальчишеским восторгом и самодовольной усмешкой он смотрел на поверженное существо, лишь чудом не забравшее наши жизни. Глава вторая. Плата за защиту. Лира. Меня била мелкая дрожь. Мокрая, немногочисленная одежда, неприятно липла к коже. Тело пронизывали резкие порывы ледяного ветра. Стуча зубами, я все так же молча лежала на дне небольшой лодочки, не сводя глаз со странного мужчины с разноцветными глазами. Он сохранял тишину, не обращая на меня никакого внимания, тянул за переплетение веревок, направляя плавательное средство в нужную сторону. Эйфория от победы над змеем прошла, и во взгляде незнакомца вновь появились отрешенности, безразличия. Несмотря на первый взгляд суровую внешность, мой спаситель был хорош собой. Более чем. Еще никогда не видела таких мужчин. Невероятно высокий и широкоплечий, с подтянутой фигурой, которая отчетливо просматривалась сквозь тонкую одежду. Темные длинные волосы, собранные в небрежный хвост, растрепались на ветру, придавая своему обладателю еще больше дикости. Но сильнее всего меня поразили его глаза. Один голубой, пересеченный длинным тонким шрамом, а второй зеленый. Возможно, у меня разыгралось воображение, хотя куда уж больше, но, казалось, в его взгляде плясали молнии. Это пугало и завораживало одновременно. Обняв себя руками, я поджала окоченевшие ноги, мокрая кожа покраснела от обморожения. Скорее всего, на улице была отрицательная температура, так как холод обжигал, а ветер усугубляло без того плачевную ситуацию. Кинув на меня равнодушный взгляд, мужчина вздохнул. «Терпи, до берега недалеко». Рокочущая хрипотца в его голосе вызвала мурашки, пробежавшие табуном вдоль позвоночника. «Не помри, я не для того тебя из воды вытаскивал». «Ха-ха, очень смешно», — буркнула я. «Это не от меня зависит». «Я и не смеялся», — пожал он плечами. «Ты посинела». «Вот ведь новости. Не удивлюсь, если ледяной коркой покроюсь», — заворчала мысленно, но вслух жаловаться не стала. Этот здоровяк не был виноват в том, что я оказалась в таком положении. «Спасибо», — подняла на него взгляд. «Что?» — отвлекся он от курса, вновь обращая на меня внимание. «Спасибо», — говорю. «Я думала, что умру». «Правильно думала», — равнодушно подытожил Громила, вновь замолкая. «Вот ведь», — скрипнула зубами, — «не мог сказать что-нибудь вежливое». Пока отвлеклась от холода, про себя песочи своего спасителя, и не надо говорить, что я неблагодарна, эти мысли помогали мне не думать о ледяном ветре, о знобе, охватывающем тело. Мужчина выпрыгнул из ладьи. Плеск воды заставил меня встрепенуться. Бредя по колено в ледяном потоке, он схватил лодку за борт и толкнул ее вперед, после чего раздался скрежет днища камней. От этого звука захотелось передернуться и закрыть руками уши, но я сдержалась, продолжая молча наблюдать за необычным незнакомцем. «Приплыли», — произнес он, и, пригнувшись через борт, поймал меня за талию, поднимая словно пушинку. «Эй, сейчас уронишь», — взвизгнула я, когда здоровяк грубо закинул меня на плечо, выходя из воды. «Слава Асуру! Слава Кратосу!» — вдруг раздались многочисленные голоса. «Великий Асур! Пусть хранят боги твою душу!» «Ага, как всегда», — вновь ракочуще произнес мужчина, бесцеремонно скидывая меня со своего плеча. Не удержавшись на оцепеневших ногах, я шлепнулась на задницу, зашипев от боли. «Ты... ты...» «Кто позволил женщине ступить в воду?» — рявкнул здоровяк. «Кому принадлежит это ненормальное?» Подняв глаза, застыло от шока. На меня смотрели сотни глаз, и сейчас я отчетливо ощущала, что одета в тонкие пижамные шорты и топ, больше напоминающий бюстгальтер. «Молчите!» — вздохнул мужчина. «Хорошо. В любом случае приведите ее в надлежащий вид, и ради Кратоса оденьте уже эту смертницу!» Не прошло и пары минут, как ко мне подбежала девушка, а на мои плечи легло мягкое одеяло. Поблагодарив ее, сжала озябшими пальцами пушистую ткань, запахивая ее на груди, и неуклюже поднялась, переминаясь ноги на ногу. Ледяные камни впивались в стопы, пронизывали до костей, но хотя бы ветер уже не так мучил. «Чья она?» — обратился здоровяк к худощавому мужчине, кивая в мою сторону. «Не видел ее раньше». «Так ведь не наша, Асур-Видар!» — склонил голову говоривший, не решаясь посмотреть в разноцветные глаза. «Чужачка!» «Чужачка!» «Ом...» «С проходящего мимо корабля упала!» — задумался тот, кого назвали Асуром. «Что? Асур?» Память быстро подбросила мне слова гадалки, которые словно гром загремели в голове. «Даже Ассуру нужна душа!» «Он и есть Ассур?» «Удивлен, что она выжила!» «С виду немощная!» — продолжал разглядывать меня Брюнет. «Хотела было возмутиться, но не успела. Мужчина сделала уверенный шаг, нависая надо мной всей своей пугающей мощью. «На колени, женщина!» — прогремел голос над головой. «Это ты мне?» — вздернула я голову, встречаясь с пугающим холодным взглядом разноцветных глаз. «Ты плохо слышишь?» — спросил он, складывая руки на широкой груди. «Я не повторяю дважды!» «Хорошо, твои проблемы!» — брукнула в ответ, еще не осознавая степень своих неприятностей или же находясь в состоянии аффекта. «Кто уж теперь разберет!» «Брянь!» — взвизгнул худощавый мужчина, до недавних пор дрожащий перед здоровяком, словно собачонка. Рванув ко мне, он замахнулся для удара. «Прикоснешься к ней и лишишься руки!» — безэмоционально предупредил Громила. «Отныне ее жизнь принадлежит мне!» «Подготовьте женщину! Она станет платой за вашу защиту!» Глава третья Новое дыхание Видар Смотрел на эту вымокшую, тощую девицу и не чувствовал ровным счетом ничего. Я давно перестал испытывать какие-либо эмоции, существую день за днем и защищаю жителей Катариса. Конечно, они мне были благодарны, поклоняясь, одаривая мехами, ценностями, в надежде, что я их не оставлю. А я? А что я? Мне хотелось ярких эмоций. И получал я их лишь в бою, когда кровь закипала в венах, а в воздухе сгущался запах крови и смерти. Именно в эти моменты я чувствовал, что все еще жив. После того, как суровые условия жизни и неведомая болезнь стали причиной гибели большей части женского населения, в Катарисе осталось лишь девятнадцать представительниц слабого пола. Это-то случилось примерно столетия назад, но с тех пор их количество почти не менялось. Рождались мужчины, и лишь изредка боги одаривали нашей земли появлением новой девочки, так что выловить в воде чужачку было чем-то сравни благодать и высших. Осмотрев собравшуюся толпу, отметил, как почти обнаженное тело иноземки жадно разглядывают, и стало совсем мерзко. Хотя даже после того, как ее укрыли плотным одеялом, внимания к ней меньше не стало. Девица станет новым трофеем и причиной многих смертей, пронеслось в мыслях. Но с этим ничего не поделаешь. Мужчин было много, и все они желали ощутить женскую ласку, поэтому моногамия осталась лишь в истории. Девушки приходили и уходили, решая, с кем именно желают провести время, а за свою любовь получали ценные дары. И несмотря на то, что их внимание ценилось, все было не так просто. Те, кто обладали большим влиянием, становились хозяевами женщин, выкупая их у отцов. Я не лез в это. Защищал город, получал свою награду в виде ярких эмоций и скрывался в доме до следующего нападения. И вот в наш серый мир ворвалась еще одна женщина. Чужая, отличающаяся от других. Ее белые волосы сверкали в ночной мгле, и казалось, будто в них переливаются молнии. А глаза... Это особо явно не знало, что такое покорность. На колени, женщина! Потребовал я лишь для того, чтобы проверить свою догадку. — Это ты мне? — подняла она полное недоумение и презрение взгляд, который заставил что-то шевельнуться внутри. — Ты плохо слышишь? — спросил в свойственной себе манере в предвкушении ее ответа. — Я не повторяю дважды. — Хорошо, твои проблемы. Привыкший к поклонениям и опущенным взглядам, я с трудом сдержал усмешку, сохраняя равнодушие на лице. Правда, местный Готар, говорящий с богами, остался недоволен столь распущенным поведением женщины. Покрываясь красными пятнами, он рванул к ней. — Дрянь! — взвизгнул Готар, замахиваясь для удара. — Омерзительно. То, что мужчина сильнее не дает ему право причинять вред женщине. — Прикоснешься к ней и лишишься руки! — чувствуя презрение к этому человеку, заявил я. И ведь правда, секира еще не покинула мою руку. И в случае его неповиновения я бы без сомнений исполнил обещанное. — Нет, твари хуже, чем та, что причиняет боль слабому. — Отныне ее жизнь принадлежит мне. Подготовьте женщину. Она станет платой за вашу защиту. Не знаю, зачем она была мне нужна. В последнее время даже секс не доставлял должного удовольствия. Я получал физическую разрядку, но на этом все. Пресно и скучно. Просто от мысли, что это особо, как и прочее, склонит голову под гнетом катариса, стало немного жаль. — Что? В пулату? Ты верзила! Я тебе что, скотина на веревочке? Ты... — вновь вспыхнула девица, словно молния, развершая ночные тучи. — Закрой свой рот, женщина! — потребовал я, замечая, как все вокруг занервничали. — Тебе следует научиться достойному поведению. — Шел бы ты! — скрипнула зубами, вымокшая особа, на волосах которой стала появляться ледяная корка. Люди слабые. Совсем забыл об этом. — Я долго буду ждать! — рявкнул в толпу. — Эта говорливая подохнет прежде, чем окажется в моей кровати. Двое горожан тут же рванули вперед, хватая вырывающуюся и шипящую девушку за предплечье. — Руки от нее уберите! Над головой сгустились тучи, и, демонстрируя серьезность моих слов, загремел гром. — Пусть ей займутся женщины! — О! — пискнул Готар. Но не решился продолжить, когда мрак ночи озарила первая молния. Это стадо начинало раздражать. Мерзкие, жадные, наглые. Не все, но именно те, в чьих руках была власть над городом, были такими. — Я никуда не пойду! — заупрямилась женщина, сильнее кутаясь в предложенное одеяло. — Разумное решение! — кивнул ей. — Не сожрал змей, так помри от холода! — Уведите эту ненормальную! Надеюсь, к вечеру она приобретет более живой цвет! В ответ беловолосое что-то процедило сквозь зубы, все же позволяя девушкам увести себя в направлении главных ворот. — Асур-Видар! — вдруг склонился Готар. — Боги снизошли до нас, выслав еще одну деву. Ну, нельзя же лишать мужчин-катариса столь ценного дара! В ответ за богословом на колени упали и другие. — Асур-Видар! — Вы решили оспорить мое желание? — вздернул я бровь. — Ну, давайте, попробуйте! Новый раскат грома, вспышка молний, за которыми последовали пугливые вздохи. — О, великий Асур! Ради всевидящего Кратоса! Сжалься над своими последователями! — Последователи! Как же! — фыркнул себе под нос и, игнорируя стелющихся по промерзшему берегу слизняков, направился к главным воротам города. Эти жалкие создания не перечат лишь из страха перед сущностями, что заселили земли и воды Катариса. В противном случае я бы давно получил нож в спину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова